Дмитрий Сироткин Главное не забывать о правилах охоты. Наряду законопослушными охотниками в нижегородских лесах полно браконьеров. Дмитрий Сироткин Так, за время весеннего сезона, который завершился 24 апреля в южной части Нижегородской области, сотрудники госохотнодзора составили более 600 протоколов, изъяли 60 единиц охотничьего оружия. В северной части региона также выявлены нарушения. Нарушений было 235 по северной зоне. Сезон идет до 1 мая, поэтому я думаю, что увеличение численности нарушений каждый день поступает с отделов, кто сколько до нарушений выявил. Поэтому эта цифра увеличится в разы. Четыре вида птиц за последние годы были исключены из Красной книги Нижегородской области. Популяция одной из них, лысухи, стала настолько большой и устойчивой, что на птицу даже разрешили охоту в осенний сезон. Численность глухаря у нас увеличена на сегодняшний день где-то на 11 тысяч особей. Численность тетерева в пределах где-то 12-13 тысяч особей. Практически по всем остальным птицам то же самое есть увеличение. Сотрудники надзорного органа ведут борьбу и с браконьерами, которые ловят рыбу во время нереста. В рейде на реке Витлуга сотрудники госохотнодзора вместе с правоохранительными органами изъяли несколько рыболовных сетей. За две недели с начала нереста в Нижегородской области сотрудники госохотнодзора изъяли из водоемов более 20 километров рыболовных сетей. В последние годы Нижегородская область стала занимать лидирующие строчки в экологических рейтингах. Например, Варнавинские и Сокольские районы победили в конкурсе Международного экологического фонда. А Балахну Ростат включил в список самых экологически чистых городов России. Если мы берем динамику какую-то, то есть статистику за несколько лет, то у нас четкий тренд на улучшение качества атмосферного воздуха. Связаны в том числе, конечно, с какими-то природоохранными мероприятиями. И если анализировать качество воды в реках, которые являются источниками питьевого водоснабжения, то мы видим, что даже за последние три года имеется тенденция к улучшению источников питьевого водоснабжения. В Нижнем Новгороде процент проб не отвечающих нормативов вообще менее 1%. И Нижний Новгород в этом смысле входит в пятерку, наверное, городов, где вода вот такого, то есть обменяет менее 1%. Нерест в регионе продлится до 15 июня. В этот период разрешается рыбачить только с берега на одну удочку и строго вне мест нереста. Олег Лавров, Анастасия Рябова, Ренат Бигбаев и Сергей Пермовский. Объективно ННТВ.